Всем добрый день! Добрый день! Сегодня мы расскажем вам о фонаре Fenix SD11. Сам производитель позиционирует его как фонарь именно для дайвинга, а также для подводной съемки, потому что у него есть один очень интересный режим, о котором мы вам расскажем позже. Ну и основные характеристики по этому фонарю. Фонарь весит 132,5 грамм, у него есть 4 основных режима работы, все управление происходит с помощью магнитного кольца. То есть у нас есть два режима белого цвета. Это светодиод CRI-XM L2U2. Здесь есть, соответственно, средний режим и самый мощный режим. Мощный это 1000 люмен, работает 2 часа, и режим средний 500 люмен, работает 3 часа 40 минут. У фонаря есть защита от перегрева, соответственно, когда он нагревается больше 65 градусов, мощность снижается с 1000 люмен до 700. Потом фонарь остужается, и мощность снова возрастает. Когда вращаем магнитное кольцо влево, включается режим R+. При этом режиме работают оба диода, как красный, так и белый. И вот производитель говорит, что этот режим создан специально для подводной съемки, потому что на глубине пропадает красный спектр, и его не хватает при съемке. Ну, собственно, это мы проверили, и расскажем об этом позже. И четвертый режим – это красный свет. Сейчас он у нас мигает, потому что фонарь разрядился. Так в заряженном состоянии просто красный цвет. Ну, Андрей, теперь поделись ты своими впечатлениями. Ну, собственно, фонарь позиционируется как дайвинговый, ну, фонарь для дайвинга. И что в нем хорошо – это точно кольцо, потому что его очень удобно переключать в перчатках. Не нужно искать какую-то кнопку, или, не дай бог, искать несколько кнопок и пытаться запомнить их комбинацию, или там еще какие-нибудь сложные варианты управления. Управление простое – это очень хорошо. Как бы, ну, тут сразу скажу небольшой минус в том, что пока пользовался им, например, думал, что у меня фонарь включен в розовом режиме, а из-за того, что он легко перещелкивается, он был включен в красном. Ну, это, если привыкнуть, это не так сложно. Но кольцо перещелкивается легко – это и плюс, и минус. Что еще? Отдельно про дайвинг могу отметить очень удобный ремешок, который вешается на руку, и тогда в воде у вас свободны две руки, и фонарь абсолютно точно никуда не потеряется. Это правда важно. И тут такой ремешок, который спокойно надевается на перчатки, на гидрокостюм почти на любой. Ну, то есть, точнее, на любой гидрокостюм. В комплекте с фонарем идет крепление. Тут сразу два крепления. Он центральной своей частью крепится на фонарь. Вот этой. Сверху самое классическое крепление под GoPro. И, собственно, туда мы и GoPro и ставили. А также снизу можно либо крепить ручку, также есть крепление на горячий башмак, на фотоаппарат, чтобы его ставить, поскольку он позиционируется не только как фонарь для подводной съемки, но и для обычной съемки. Компания Phoenix пишет о том, что фонарь держит до 100 метров. То есть, это закрывает все глубины любительского дайвинга и залезает в профессиональный еще намного. Это очень хорошо. То есть, это значит, что любую любительскую глубину он выдержит. Еще от себя добавлю непосредственно про красный свет. Очень удобно его использовать в темноте всегда, потому что не выбивает зрение, и после выключения фонаря его удобно пользовать. Но вот когда он начинает мигать, пользоваться им становится сложно. Ну и как бы поэтому... Да, изначально производитель заявляет красный режим просто как проверку батареи в основном, и поэтому претензии не очень обоснованные. Но если вы собираетесь его использовать исключительно как наземный фонарь, ну, подготовьте к тому, что в какой-то момент красный свет перестанет работать полноценно. Ну, тут я, наверное, не соглашусь, потому что на фонаре больше нет никакой индикации, которая бы говорила нам о том, что пора его зарядить. И вот если бы не было этого мигания, то, в принципе, можно вообще остаться без фонаря. Это правда, да. Ну, хорошо, что она есть. Сделано вот так. Ну, да, окей. Поскольку важно иметь в виду предзначение. Еще одна важная вещь для фонаря, если его использовать не как подводный фонарь, то, что красный свет включается через розовый. То есть, ну, пускай он и не очень яркий, но этот розовый появляется, когда горят оба диода, и если вы ночью включаете такой фонарь в палатке, он достаточно яркий, чтобы, ну, выбить зрение. Не очень удобно. Но, опять же, специфика, он не предназначен для того, чтобы изначально включать его ночью в палатке. Это уже мы используем его не только как подводный фонарик. Еще немного про розовый режим. Мощность светового потока 250 люмен, и работает он в таком режиме 3 часа, заявляет производитель. Помимо того, что он рассчитан на фото- и видеосъемку под водой, также производитель пишет, что его можно использовать как на камерный свет, собственно, что есть и в рекламе на сайте, и вот крепление под горячий и холодный башмак это подразумевает. Ну, что здесь можно сказать? Немножко я с этим не соглашусь, потому что мы уже несколько раз проверяли, и фонарь дает достаточно грубые тени. То есть для пейзажной съемки, например, ну, еще можно в каких-то условиях. В принципе, можно использовать именно как подсветку на длительной выдержке, например, когда ты делаешь какой-то рисунок, да, или полную засветку. Ну, например, для того, чтобы снимать человека, он не подходит. Ну да, он просто выбьет все, и будут ужасно резкие тени. Сделает грубые тени. Касательно луча. Это что-то среднее между фонарем направленным и с рассеянной ниндзой. То есть он дает достаточно широкий луч, 110 градусов, производитель заявляет. Но по ощущениям его все-таки не особо хватает для того, чтобы сделать вот такую полноценную засветку именно для съемки. То есть будут видны границы луча. Выявили еще один такой нюанс. Поскольку фонарь подводный, у него, понятное дело, нет никаких разъемов для зарядки аккумулятора. И вот надо это дело предусмотреть. Он у нас, например, сейчас сел, и чтобы его зарядить, мы переставляем аккумулятор в другой фонарь. Заряжаем через него, через USB, и есть еще фонарь с магнитной зарядкой, можно через него заряжать. Поэтому этот момент надо предусмотреть, что брать с собой портативную зарядку, пауэрбанк к ней, провод. Так что это немножко увеличит габарит и вес снаряжения для фонаря. Это да. И когда, если рассчитывать, например, пауэрбанк, нужно учитывать, что вот в комплекте идет аккумулятор 18650, в нашем случае на 3500 мАч. Это, блин, батарейка телефона. То есть, если подключиться его к тому же аккумулятору, пауэрбанку, что и телефон, он его может сильно выжрать. Да, не так часто его нужно заряжать, как телефон, например, но все равно это нужно учитывать, потому что батареечка большая. Ну и, соответственно, это дополнительные затраты, то есть покупка зарядного устройства. Ну, кабель, наверное, у всех есть, но зарядное устройство. Вот такие общие сведения об этом фонаре. А сейчас подробно перейдем к подводным тестам. Субтитры сделал DimaTorzok Мы загрузили полученное видео в Adobe Premiere, и я посмотрел, попробовал, значит, там поработать с этими футажами, с их обработкой. Так скажу, что вот в желтой торфяной воде, темный такой розовый свет не показал себя уж прям таким невероятным, потому что получилось так все хорошо. Вот было желтое, а теперь все стало, ну, розоватое. Но при этом вы получаете больше возможностей для цветокоррекции, и футажи вот в этом красном цвете, они, когда вы их потом корректируете по балансу белого, они становятся более приемлемыми для просмотра. Как мне кажется, для воды темной, для света более холодного, для того, ну, скажем честно, более чистой, потому что мы здесь снимаем, в общем-то, в заиленной воде с большим количеством частиц, мне кажется, такой фонарь с розовым цветом будет, наоборот, спасением. На глубинах, ну, наверное, от, там, двух до десяти метров. А там, где больше десяти, наверное, это уже нужно большую спецтехнику световую тащить. Именно вот я имею в виду съемочное, потому что так этим фонарем, как подводным фонарем, можно пользоваться и на больших глубинах. Феникс, самый яркий хлоп. Феникс, пятьсот люмин. Феникс розовый. Феникс красный. Более-менее справедливый. Ну и про сцену. Цена чуть больше девяти тысяч. Наверное, да, сейчас многие скажут, что это дорого. Да, это дорого. Но если посмотреть цену фонарей именно для дайвинга, это, в принципе, практически начальная цена будет. Это адекватная обычная цена для такого фонаря. Да, безусловно, есть фонари дешевле, чем он, даже среди дайвинговых фонарей. Но, если брать так, общую массу, он прямо в середине цены, он недорогой в этом классе. А среди походных фонарей, да, он дорогой, но мы уже много раз говорили, это, как бы, не главное его использование. Его имеет брать смысл для походов, если вы так же ныряете и еще ходите в походы. Тогда, да, он будет вам полезен. Ну и, кстати, дешевые фонарьи для дайвинга у нас были, и, кажется, они все сдохли. Ну и, подводя итоги, что можно сказать? Фонарь выдержал все тесты, с ним ничего не случилось, вода не попала ни в линзу, ни в отсек с аккумулятором. Ну вот он сел, мы его сейчас зарядим, собственно, будет работать дальше. Пока что впечатления положительные. Ну и, Андрей, скажи, что ты думаешь про этот фонарь? Для меня он был удобен с белым цветом, абсолютно под водой, и он маленький, что очень хорошо для подводных фонарей. Ну, а розовый цвет я не до конца понял. Важно учесть, да, что у нас очень мутная вода была, и она очень желтая, но все равно вот с розовым цветом мне не очень понравилось. При этом он, это хороший подводный фонарь, да. Брать его как трекинговый, ну, мы уже говорили, ну, не знаю. Неоправданно просто. Да, скорее это не его предназначение, ну, очевидно. Да. Спасибо за внимание. Всем пока. До встречи в поле.